Всем привет, друзья! Мы с вами продолжаем разбор экзаменационных вопросов по правилам дорожного движения. В предыдущем видео мы с вами уже ответили на вопросы с комментариями на тему информационно-указательные знаки. В этот раз на ту же самую тему будем ответить на вопросы, но без комментариев. Итак, давайте начнем. 26 вопрос. Какие знаки указывают направление аварийного выхода и расстояние до него? Первый и шестой. То есть, правильный ответ будет номер 4. 27 вопрос. После какого знака или соображения водителя или кого в автомобиле запрещается двигаться со скоростью более 60 км в час, если не установлены другие знаки, ограничивающие скорость? Только второй знак. Поэтому правильный ответ будет номер 4. 28 вопрос. Какой дорожный знак, установленный перед перекрестком, не запрещает при отсутствии других средств регулировки поворот налива со второго пересечения проезжих частей? Правильный ответ будет номер 2. Первый и второй знаки. 29 вопрос. С какой телью применяется данный знак для информирования о том, что дорога заканчивается и не имеет сквозного проезда? 30 вопрос. В каких направлениях могут продолжить движения водителей автомобилей, приближающиеся к перекрестку по дороге, состоящей из одной проезжей части? 30 вопрос. С левой полосы только налево, со средней полосы налево или направо, с правой полосы направо. Правильный ответ будет номер 3. 31 вопрос. Укажите знак полоса для движения транспортных средств общего пользования. 31 вопрос. С какой телью применяется данный знак для обозначения направления аварийного выхода в тоннелях и расстояния до него? 33 вопрос. Какие знаки запрещают автомобилям разворачиваться по указанным траекториям на обоих перекрестках? 2 и 3. Правильный ответ будет номер 3. 34 вопрос. По каким траекториям водителям разрешается продолжить движение? По траектории Е и Де. То есть по остальным траекториям запрещено и правильный ответ будет номер 3. 35 вопрос. На каком максимальном расстоянии друг от друга устанавливаются знаки, указывающие направление аварийных выходов и расстояние до них в тоннелях? 50 метров. Правильный ответ будет номер 3. Какой знак не разрешает поворот направо? 1, 3 и 5 знаки запрещают поворот направо. То есть правильный ответ будет номер... Очень извиняюсь, здесь нет. Я ошибся. Какой знак не разрешает поворот направо? Только 4. То есть запрещено поворачиваться направо, а при остальных указанных знаках можно, конечно, поворачивать направо. 37 вопрос. Что означают данные знаки? Информируют о том, что в месте аварийной остановки есть телефон срочной связи и огнетушитель. Правильный ответ номер 4. Какой знак информирует водителя об уменьшении количества полос движений в направлении движения? Первый и четвертый знаки. То есть правильный ответ будет номер 3. И последний, тридцать девятый вопрос. Какой знак указывает на расстояние до места выезда из автомагистрали? Только третий знак указывает на это. То есть правильный ответ будет номер 3. Итак, дорогие друзья, мы уже ответили с вами на все вопросы на тему информационно-указательных знаков. И уже в следующий раз мы приступим к 67-й статье, которая называется «Знаки сервиса». И будем отвечать на них, комментировать. Всем спасибо за внимание. Увидимся в следующих видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok